Тогда ведь Лаудинов попал в страшную немилость, их всех там, всю фамилию Лаудиновых и тех людей, кого они на работу брали, всех увольняли тогда. Просто Лаудинов умудрился вырулить, очень интересный аргумент. Часто можно, кстати, встретить такой аргумент от не сильно одаренных, не сильно интеллектуально развитых людей. Хоть мадагаскарцем себя считай, в следующий раз ты можешь делать это, даже не сообщая мне об этом. Просто от того, кем ты себя считаешь, от этого мое мнение, оно, конечно, не изменится из-за тебя одного. Так, Томсо, как ты можешь так много обвинять Кадырова, когда сам ни дня не воевал и живешь в Европе? Это выглядит очень жалко, Томсо, обвинять Кадырова из Швеции. Очень интересный аргумент. Часто можно, кстати, встретить такой аргумент от не сильно одаренных, не сильно интеллектуально развитых людей. Но почему-то вот на вашем уровне где-то это считается, видимо, каким-то козырным тузом у вас. Но, ребята, вы не поверите, но это крайне нелогично. Говорить человеку, почему ты отправляешь людей умирать на войну, для этого не нужно самому где-то воевать или находиться там именно в Украине или в зоне боевых действий. Это абсолютно нормально, где бы ты ни находился, когда ты говоришь человеку, почему ты 20 лет нам рассказывал о том, что не нужно воевать, нужно жить мирно, а теперь ты отправляешь людей умирать. Почему, чтобы это сказать, я должен сам быть военным, либо я не должен находиться в Европе. Как эти вещи вообще друг с другом связаны? Так, надо тех ахматовцев обменять на грузина из Азов-Стали, который попал в плен и получил пожизненно. Ну, вопросы обменов этим занимаются все-таки украинская и российская стороны. Кого хотят получить с той стороны украинцы, решает украинское государство. Кого хотят получить россияне со стороны Украины, это решает российское руководство. Здесь мы, конечно, абсолютно бессильны в этой теме. Я бы, если бы была бы возможность как-то на этот процесс повлиять, ну, в плане кого-то, на кого-то обратить внимание, я бы в первую очередь обратил бы внимание на Тумгоева, выданного до того еще, как Путин в Торксе, он был выдан России, ФСБ, и его посадили в тюрьму. Вот этот человек, на мой взгляд, это ведь очень позорная история, и вот этот человек должен был быть включен в обменный список и обратно вернут в Украину. Так как это все-таки, вот это было бы его торжество справедливости. Потому что то, что тогда сделала украинская сторона, это очень позорная вещь. Он спрашивает, окружение Кадырова неужели не видит, что Кадыров хочет превратить народ в таких же рабов, каким является он сам? Я думаю, окружение это видит. Я думаю, я уверен в том, что окружение, между вот этими людьми из его окружения, часто возникают какие-то ситуации, когда они либо друг с другом, либо где-то в кулуарах что-то у себя дома могут сказать, и после этого об этом становится известно, они попадают в немилость. Это ведь произошло из Аптия Лаудина, вы помните историю с этим мэром Аргуна, который был затем ему убит. Тогда ведь Лаудинов попал в страшную немилость, их всех там, всю фамилию Лаудиновых и тех людей, кого они на работу брали, всех увольняли тогда. Просто Лаудинов умудрился вырулить за счет этой СВО, он там очень хорошо восстановился. Но в целом он тогда потерпел очень серьезный крах. Поэтому я думаю, они видят. Но чтобы не потерять свои позиции, где-то из-за выгоды, где-то из-за страха, они не просто молчат, но они еще и подыгрывают. Они сами становятся действенными вот этими акторами в том, чтобы делать народ, народ превращать в рабов. Эти люди далеки от понятия государства, они мыслят как банда, они считают, что все принадлежит им, что народ вообще должен быть благодарен, что они вообще что-то делают и дают свои деньги. В том числе в Казахстане у нас в соседнем городе диаспора чеченцев, они все ездят на номерах 095. Это кадыровцы или чеченцы? Смотри, просто по цифрам я не могу сказать, кадыровцы они или чеченцы. От того, что кто-то любит эти цифры 095, цифры, которыми нас нарекли россияне, это не говорит о том, что эти люди являются кадыровцами или они там довольны оккупацией. Многие просто из-за того, что жили, привыкли к этим цифрам, они начинают как-то себя с ними ассоциировать, эти цифры ассоциировать с нами и продолжают эту негативную, абсолютно ненужную нам, конечно, историю. Но тем не менее, к сожалению, это вошло в такой обиход. Поэтому я немало встречал людей, которые используют либо в своих никах, либо в номерах и прочих эти цифры, при этом являясь абсолютно не прокадыровскими, не пророссийскими людьми. Поэтому просто из-за этих цифр, конечно, делать выводы не стоит. Но и исключать этого мы тоже не можем. То есть я не говорю тебе, если увидел эти цифры, это значит 100% там его не будет. Вполне возможно, что это какие-то и кадыровцы. Давай запустим кампанию по включению Тимура Томгоева в обменные списки. Слушай, я не против, просто я не знаю, как я это могу сделать, или мы это можем сделать. Я думаю, это под силу тем, кто находится в Украине, работают с украинской стороной, имеют там связи, уже какие-то кабинеты. Я думаю, они смогут это лучше сделать. У меня, к сожалению, нет таких контактов. Поэтому я бы, конечно, поддержал такую тему. Так, Томсу, армяне, Ирана, Турции, Ливана, Сирии, Израиля и других 70 стран могут не считать себя кавказцами, но я, как армянский армянин, считаю себя кавказцами. Нужно различать армянин, Армении от других армян. Ради бога, Артур Сазарян, я... Если бы ты сказал, что ты считаешь себя новозеландцем, я бы тоже не мог тебе запретить это сделать. Поэтому я не знаю, для чего мне эта информация нужна. Ну, ты себя считаешь, у тебя, наверное, есть на это полное право, никто тебе запретить не может. Хоть мадагаскарцем себя считай, в следующий раз ты можешь делать это, даже не сообщая мне об этом. Просто от того, кем ты себя считаешь, от этого мое мнение о том, к какой местности относитесь вы, как народ, оно, конечно, не изменится из-за тебя одного. Субтитры создавал DimaTorzok